Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели, разрешите предоставить вашему вниманию нашу скромную работу «Опыт химиомболизации маточных артерий при местно распространенном раке шейки матки». Целью нашей работы была возможность оценить варианты предварительных результатов применения химиомболизации маточных артерий в комплексном лечении пациенток при местно распространенном раке шейки матки. Актуальностью послужило то, что ежегодно в мире впервые выявляется около 500 тысяч больных раком шейки матки, из которых почти половина, 48%, составляет группу, имеющую неблагоприятный прогноз. Этот факт и формирует высокий уровень одногодичной летальности. Лучевая терапия продолжает оставаться основным видом лечения при местно распространенных стадиях рака шейки матки и, несмотря на ее развитие, не позволяет скольнинг будь эффективно продвинуться в этой проблеме. С начала 2000 года в мировой литературе все чаще появляются публикации о возможностях химиотерапии в качестве одевантного или индукционных вариантов лечения при запущенных стадиях рака шейки матки. Накопленный за прошедшие десятилетия опыт в этом направлении показал преимущество современных препаратов в комплексной терапии рака шейки матки. Последние десятилетия рентген-эндоваскулярная окклюзия или эмболизация маточных артерий, эмболизация артериального русла получила широкое распространение в лечении различных заболеваний опухолево-неопухолевой природы для остановки кровотечения, в том числе коррекции нарушений функций органов. Эмболизация артериального сосуда, питающую пораженную злокачественную опухоль орган, приводит к некрозу опухоли и замедлению ее роста. Учитывая значимость ангиогенного фактора при больших объемах опухоли шейки матки, что имело место при местно распространенном варианте болезни, мы предприняли попытку химиобилизации маточных артерий как варианты неодевантной терапии. Однако накопленный материал об эффективности рентген-эндоваскулярной эмболизации мировой онкогинекологической практики еще невелик, поэтому клиническая ценность метода продолжает изучаться. Материалами и методами послужила исследована серия случаев, в которой было включено 5 больных к ракам шейки матки Т1Б2Н0М0 и Т2БН1М0 стадий. Средний возраст больных составил 35 лет. Всем пациенткам, вошедшим в исследование перед началом лечения, было проведено обследование в объеме ректовагинального осмотра с биопсией участков шейки матки, рентгенографию органов грудной клетки, цистоскопии, ректороманоскопии, МРТ с внутривенным болезненным усилением, клинического анализа крови, биохимии крови, коглограммы, общего анализа мочи, ЭКГ, УЗИ вен нижних конечностей. Гистологической формой опухоли явился нераговевающий плоскоклеточный рак шейки матки. Далее больные получили по одному курсу надювантной химиотерапии по схеме поклитоксел-карбоплотина УК-6 внутривенно-капельно в первый день. И следует отметить, что доза карбоплотина у каждой больной редуцировалась в первый день лечения до половины. Во второй день лечения пациенткам выполнялся рентген-эндоваскулярные суперселективные химиомболизации маточных артерий с использованием оставшейся половины дозы препарата карбоплотин, рассчитанной индивидуально по площади фармакинетической кривой. Процедура выполнялась в рентгеноперационной подместной анестезии. Разрешите представить вам серию наших клинических случаев, выполненных в рамках нашего учреждения. Случай номер один. Пациентка 33 лет. Диагноз рак шейки матки Т2Б0М0. При осмотре шейка матки цилиндрической формы деформирована свода влагалища справа гиперемирована за счет опухолевого процесса. Из наружного зева исходит бугристая опухоль размером 2х3х4 см, переходящая на правый влагалищный свод. При влагалищном осмотре в параметре справа пальпируется пришедший инфильтрат 1,5х2 см. Далее вы видите этапы суперселективной химиомболизации матчных артерий. На рентгенограммах выполняется селективная ангиография матчных артерий справа и слева. Далее вы видите на рентгенограммах пролонгированное введение химиопрепаратов матчной артерии справа и слева в расчетной дозе, то, о чем я говорила выше. Отмечается уменьшение воскулиризации на этом фоне в бассейне матчных артерий. Далее мы видим эмболизацию матчных артерий справа и слева несферическими эмболами ПВХ. Отмечается стаз контрастного вещества в проксимальных сегментах матчных артерий. Это та же пациентка. На второй фотографии мы можем видеть состояние после суперселективной химиобилизации матчных артерий одного курса на одевантной химиотерапии. Шейка матки цилиндрической формы, сводовлагалище сглажено. Из наружного зева исходит опухоль около 1 на 1,5 на 1 сантиметр. На сводовлагающий опухоль не распространяется. Инфильтратов в параметрии нет. Положительная динамика. Следующий клинический случай. Пациентка 34 лет. Диагноз рак шейки матки Т2БН1М0. Представлены две фотографии осмотра до и после эмболизации. Шейка матки сформирована. На 1-5-7 часах отмечается экзофитное разрастание с участками некроза размерами от 0,5 до 1 сантиметра. На 9 часах мы можем видеть участок опухоли с изъявлением. Справа отмечается инфильтрация параметрии. Состояние после представлены. Это после одного курса химиотерапии и эмболизации матчных артерий. Шейка матки цилиндрической формы. С эрозией на 11 часах размерами 1 на 0,5 сантиметров. Инфильтрата в параметрии нет. Положительная динамика. И третий заключительный случай. Пациентка 35 лет. Диагноз рак шейки матки Т2БН1М0. Представлены также две фотографии осмотра до и после, через 3 недели после эмболизации и химиотерапии курса. Влагащая часть матки представлена экзофитной опухолью диаметром 3 сантиметра с переходом на параметрии с обеих сторон. После эмболизации курса химиотерапии шейка матки цилиндрической формы с эрозией по задней губе размерами 1,5 на 2 сантиметра. По передней губе опухолевого процесса не наблюдается. Инфильтратов в параметрии нет. Положительная динамика. Результаты послужили следующие. Постэмболизационный синдром появлялся кратковременно умеренно выраженной боли в животе, повышением температуры тела до субфибрильных цифр. Наркотические анальгетики вводились однократно двум пациенткам в первые сутки после эмболизации. Следует отметить полное отсутствие побочных эффектов от системного воздействия химиопрепарата на фоне применения, конечно же, антиметической терапии. После рентгеноэндоваскулярной химиобилизации у всех пациенток было отмечено прекращение кровенистых выделений. Контроль уменьшения опухолевого образования производился еженедельно с помощью измерения объема шейки матки на УЗИ исследования. Через три недели наблюдений регистрировалось уменьшение размеров опухоли на 60-80%, что позволило провести всем пациентам адекватное радикально-хирургическое лечение. Лекарственный патоморфоз в УЗЛЕ при морфологическом исследовании операционного материала составил 2-3 степень. Далее пациенты продолжили протокол лечения в соответствии со степенью распространенности заболевания. Выводы – это то, что разработка и применение рентгеноэндоваскулярной суперселективной химиобилизации матчных артерий с использованием карбоплотина представляется весьма интересным и перспективным направлением, находящимся в фокусе последних интервенционных тенденций. Данная методика позволяет в короткие сроки с наименьшими осложнениями выполнить радикально-оперативное вмешательство с последующим комплексным лечением при местно распространенном раке шейки матки, а также возможно применение как варианта самостоятельного симптоматического или палиативного метода в лечении злокачественной опухоли матки. Дальнейшее развитие метода эндоваскулярной эмболизации в онкологии, по нашему мнению, должно идти по пути усовершенствование техники избирательной катаризации опухолевых сосудов, создание оптимальной дисперсности мысленно-эмульсии химиопрепаратов для ее лучшего проникновения в опухоли. Коллектив авторов продолжает изучение методики и последующий тщательный анализ клинического материала. Я благодарю за поддержку и участие в работе академика Адамяна, академика Сухих и всех остальных наших коллег. Спасибо вам за внимание.